Ребята, доброе утро! Посмотрите, что у нас. Руслан молодец! Смотрите, абрикосы, авокадо, малина, голубика здесь, персик, нектарин, слива, помидоры, огурцы. Так, малину я говорила, зелень, картошка и сладкий лук. Руслан по субботам ездит на рынок и покупает вот эти нам всегда свежие фрукты и овощи. Так что задача была у него, конечно, не из простых, это все привезти еще на велосипеде, но тем не менее есть. И заплатил он за все это где-то 80 злотых. Я считаю, это вообще недорого. Для такого, посмотрите, сколько всего. Посмотрите, как Милена уплетает авокадо за обе щеки. У нее уже тут ничего и не осталось-то даже. И это ведь завтрак. Представляете, как это полезно? Я бы никогда не захотела с утра есть авокадо. Смотрите, ребята, сегодня еще урожай я собрала. Они тут, некоторые будут, например, лежать просто доспевать, вот этот. Ну, просто, чтобы уже с помидора не тянуть все это. Они просто будут лежать. И здесь тоже некоторые. Но они хотя такие светлые, но они мягкие-мягкие. И мы вчера, кстати, делали салат уже с домашних помидоров. Я сейчас готовила суп по новому рецепту. Никогда так раньше не делала. И у меня была мысль так готовить. Но я подписана на канал одного повара. И как раз-таки идею у него увидела и поняла, что так тоже можно делать. В общем, у меня суп. Видите, неполная кастрюля. Сделала специально, потому что не знаю, как пойдет. Здесь домашняя курица. Предварительно я ее прямо с этой кастрюли обжарила. Добавила туда лук, морковь. Все это тоже жарилось. Помидор с огорода добавила. Прям с кожурой. Пополам только порезала, маленькие. И потом я добавила сюда картошку и гречку. То есть суп получился, ну, буду говорить, наверное, он гречневый. И зелень я сюда не клала, потому что я сделала вот такую отдельную заправку. Здесь зелень, чеснок и сметана. То есть кладешь суп и себе ты можешь либо в тарелку положить, либо ты можешь сделать на хлеб. Ну вот Руслан, например, в супе не любит, когда суп белого цвета. Я люблю. Вот я буду себе прямо в тарелку класть. А Руслан... У меня уже слюнитик. Руслан может себе на хлеб положить, чтобы ему так комфортнее было кушать. А я тем временем подготовлю эти тосты, чтобы он на хлеб может себе положить. И все будет в порядке. И потом я буду уже пробовать этот суп. Вот. В ту сорницу поставила. Я сегодня тоже готовила картошку по-другому. Руслан ее, молодую картошку, просто почистил, разрезал ее на четвертинки и хотел отварить. Я говорю, давай я ее просто потушу. Без всего просто там картошка, специи и этот... И в конце сливочное масло, соль, перец. Обычная картошка, но просто мы ее не варили, а я ее протушила. Ну, изумительно вообще получилось. И за счет того, что она чуть-чуть там поджарилась, буквально каплю-каплю. Сливочное масло придало ей вкус. Ладно, буду есть. Слюна уже течет. Я вам потом покажу, что за суп у меня вышло, вкусный или нет. Вот видите, он такой как бы светлый получился. Не яркий, не желтый. Буду пробовать. Так. Ну, буду пробовать. Ну что, пробую бульон. Хороший бульон получился. Хотела же попробовать все мясо. Мы же его как бы прижарили. Ну, как бы изначально немножко, не сильно. Потом он дальше уже варилось. И теперь... Я же не добавила еще это. Не знаю. Рискую. Сейчас скажу, как вкуснее. Вот. Вот то, что надо. Когда я добавила это, у супа стал сразу другой полноценный вкус. Представляете? Удауще. Я была в магазине и покупала себе лаки. Ну, я кота же не подарила и себе еще взяла тоже семилак. И я там пробовала эти... Ну, кисточкой на бумажке пробовала лак. Ну, я до этого это делала, и другие там это делали. И паня подошла, сказала, что... Типа, не надо открывать лак, а то он быстро засохнет. Когда я открываю лак, я смотрю, какая там кисть. Потому что я не вижу, какая кисть. И каким слоем он ложится. Если он водянистый, это плохой лак. То есть, если я куплю лак за 15 злотых, и он окажется плохой, вот что мне с ним тогда надо делать? Если они не разрешают пробовать, значит, у них должны стоять пробники, в которых я могу посмотреть кисть, и консистенцию лака, если я не открываю. Вот как тогда? Ну, если бы я говорила хорошо на польском, я бы ей сказала, что мне надо посмотреть кисть, и мне надо посмотреть по текстуре, какой лак. Потому что я покупала, был жидкий, и я просто его выкинула. Поэтому я всегда смотрю, какая кисть. Смотрите, как я еще буду использовать этот соус, который у меня шел. Предназначался для супа. Но тут также можно было взять сыр фета, также натереть, если сметаны не было. Просто у меня феты не было, я только сейчас ее купила. И у меня есть цукини мои жареные вчерашние, и я делаю так. Цукини. Поскольку у меня сегодня получился день, когда я делаю эксперименты, ну, два эксперимента пока удались. Руслан сказал, суп какой? Очень вкусный. Мой муж тоже ест только вкусную еду. Поэтому я сейчас буду готовить десерт. Я хочу сделать кекс. Формышка у меня есть. В общем, у меня есть сметана, и она стояла, знаете, ближе к морозилке, и стала такая, видите, консистенция не очень. То есть, и в суп ее не положишь. И я думаю, надо ее применить, сделать на ней кекс. Я отделила белки от желтков. И буду сейчас все это дело делать. Буду делать-делать. Маку сейчас достану. Соль. Сахар. Что у нас тут? Соль. Такая сахарница. Не могу ей... Как достаем ее, ребята, сразу у нас так. Вообще, такая она удобная. Ее удобно брать. Удобно открывать, закрывать. Вообще супер. И, кстати, когда мы только сыпали, тоже был сахар мокрый, то есть, влага была. И Руслан сделал здесь такие зазоры, вот тут, чтобы сюда попадал воздух. Видите? То есть, Руслан понимает, в чем дело. Что тут надо сделать. Тостер он, кстати, починил. У нас эта штука... Ну, надо же нажать, чтобы он хлеб зажал, а хлеб не зажимал. Нажимаешь, нажимаешь, ничего не происходит. Руслан что-то там разобрал, что-то подкрутил, все работает. Понятия не имею, что он там колдовый. Ну, в общем, его колдовство это приводит к тому, что все начинает работать. Ладно, буду делать. И уже потом покажу. На каком-нибудь этапе. Ребята, все делаю на глаз. Никаких у меня нету рецептов или что-то еще. Вот взяла три яйца, а куда надо взять побольше яиц. И я даже не знаю, что из этого выйдет, если честно. Просто делаю. Так, вот у меня есть немного творога. Я его сюда же положу. Сахар. Соль. Я добавлю немного крахмала, потому что у меня сметана здесь жидковатая. У меня нечем ее просеивать, поэтому я буду ее так сыпать. Разрыхли. Чтобы поднялся наверняка. Сахар ванильный. У меня столько теста много, хоть бы формы мне хватило. Ахар. так тесто готово отправляю его уже в духовку не знаю пока насколько но 40 минут это как минимум будет нужно я буду еще прибавлять сейчас мне нужно это все разобрать порядок опять навести опять помыть все надо целыми днями только и делу что это мой выбираем убираем ладно покажу вам потом что у меня вышло ребята кекс готов арбуз и кто-то тут ходит паникаще умнее в гостях ладно сейчас я порежу посмотрю что получилось и интересно мне самой интересно что то вот смотрите что вышло он получился такой не сухой и вкусно пахнет смотрите кекс я уже приготовила убирать и мы его посыпали этим сахарной пудрой и он такой стал в общем все в восторге всем очень понравился